Жди, когда снега метут, Жди, когда жара, Жди, когда других не ждут. Позабыл вчера. Позабыл вчера. Теперь я приеду на горячем моем... В нашем понимании это день мужества, причем день мужества кирилловчан, я бы сказал, потому что кирилловский летчик летал. Мы хотели сделать так, чтобы эта дата не потерялась, не пропала, а чтобы она была у всех на виду, что называется. Поэтому решили провести такое мероприятие. К сожалению, ковид нас немножко ограничил в планах. Основное получилось. Основная идея – это пригласить экипажа трех самолетов, летчики прилетели. По-моему, для них это все было волнительно и серьезно. Евгений Николаевич в свое время является для нас большим примером чести, добрости, отваги. В нашей революционной скобилии есть самолет, как ранее было указано, названный в честь Героя Преображенского. И выполняем полеты на данной технике. Отвага при выполнении боевой задачи всегда присутствует, всегда готова защищать нашу Родину и продолжать начинание Евгения Николаевича. Я думаю, что мы не упадем гулять с лицом. Слава советским летчикам, будем жить и помнить. И фотография данным самолетам. И обещанные приборы, авионики передадим похоже, чтобы сейчас не выяснились, чтобы музей пополнялся. И все послали. Спасибо. Весь проект идет по инициативе, по большому счету, Вологодского земляничества в Москве и Клуба деловых людей в Москве. Но были презентации, презентации макета ДБ-3, который будет установлен, презентация Чагада. Они хотят, ну, в каком-то смысле, повторить этот музей, повторить эти сцены у себя. Потому что после бомбардировки Берлина один из полков был на этом аэродроме. И есть некое развитие этого проекта. Самое серьезное, это, конечно, присвоение авиационной дивизии, смешанной на Балтике, имя Преображенского. Это, по сути, первая вновь сформированная авиационная дивизия в истории новейшей России. Принципиальные решения приняты, но есть технические моменты. Надо изготовить штандарты, ну и так далее. Надеемся, что так оно все и будет. И надеемся, что следующий юбилей, или следующий мероприятие все-таки будет в Москве. К этому проекту обращено повышенное внимание со стороны руководства и главкомата ВМФ, Национальный центр управления обороны. В моем понимании есть основания думать, что все-таки это будет национальный герой, это будет национальный праздник. Мы знаем о многих событиях Великой Отечественной войны. Она от нас уходит далеко. Но о наших земляках, или о таком событии, как сегодняшние, да, 80 лет, мы знаем очень мало, почему-то. И, наверное, это несправедливо и неправильно. И вот эти вот шаги большие, и вот этот замечательный музей, который открылся, причем он интерактивный, причем он открылся на родине, можно сказать, героя. Это увековечивание памяти. Об этом должны знать больше. Мы, как молодежь, наверное, обязательно вас поддержим, потому что такие мероприятия нужны, такие мероприятия важны, и о таких мероприятиях нужно максимально рассказывать. Голоса неба ромут, так часто и печально мы за моками глядя в небеса. Редактор субтитров А.Семкин